Здравствуйте, друзья, еще раз за сегодня. Ну, это уже стало какой-то такой, назовем, традицией. Из архива поднимать что-нибудь интересненькое. Мне вот этот ролик понравился, мне кажется, что мало просмотров, поэтому я решил его, скажем так, приподнять в новой редакции с новыми комментариями. Хотя комментировать особо нечего, но прикольно так они называются. На моей памяти майонез какой-то там был, название созвучное с данным соусом. Теперь они за напитки брожения взялись, квас у них интересно так фигурировать стал. Ну, давайте посмотрим вот этот вот каламбурчик, веселушку. Поехали. Да-да-да, вы меня слышите, здравствуйте. Замечательно. Сергей, компания Микрокласс. Какая компания Микрокласс? Микрокласс. Да, верно. Микрокласс. Мы с вами ранее общались, вы сказали, что по поводу взаима вашего, что вы оплатите, помните? Вы помните, что у вас за должность? Допустим. Ну, как-то странно, допустим. Вы в долг брали компанию Микрокласс? Я не помню сейчас уже. Много у кого что брал, а Микрокласс не брал. Ну, быть такого не может, потому что я из компании Микрокласс. Вы взяли 12 тысяч рублей. Микрокласс? Почему такое название странно? Клады. Микрокласс? Да, совершенно верно. Микрокласс. И что Микрокласс хочет? Сколько, напомните, сколько я там брал? 12 тысяч. И что, я ничего не отдал? Ни копейки. Ну, есть на то причины, наверное, у меня. Деньги кончились. Я вас понимаю, если бы мы были еще на связи, я бы еще больше понимал. На какой связи? Я вам звоню целыми днями. Ну, я вам целыми днями звоню, вообще не отвечайте. Ну, и... И смс-ки я вам тоже направляю. Вот же сейчас. А я же вот ответил, как так не отвечаю. Ну, не знаю. Скажите, вам смс-ки приходят? Я просто сейчас на пресечке, поэтому, может быть. Ну, может быть, я же не знаю. В общем, на данный момент у вас сумма задолженности составляет 19 тысяч 656 рублей. Вы же сказали, 12 взял. Ну, взяли-то да, но мы же не даем деньги попользоваться и вернуть столько, сколько взяли, правильно? А что, я три года не отдавал, что ли? На три года взял, что ли? Что за проценты? Нет, у вас 2,2 процента. А, нет, это эти проценты... А что, ну, так это... Еще и по договору хотите что-то продвинуть? Ну, такой договор в суде... Подождите, вы взяли 12, и 12 не вернули. Плюс проценты... Признаки кабальной сделки договор несет в себе. И все. Я вам... То есть вы считаете, что вы можете взять 12 тысяч рублей, а потом говорите о каких-то сделках кабальных и так далее, да? Нет, договор реально, договор несет признаки кабальной сделки. На основании 452-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, договор, любой договор, не обязательно кредитный, любой абсолютно заключенный, вопреки действующему законодательству, в большей либо меньшей степени, в суде может быть признан незаключенным, либо ничтожным. В любом периоде действия этого договора. То есть вы считаете это нормально, взять у организации 12 тысяч рублей, а потом доказывать по поводу договора? Я не скажу больше, я вообще оценки давать не намерен. Если вас что-то не устраивает, в нормальном гражданском обществе, да, цивилизованном, все вопросы решаются в суде. Попробуйте со своим вот этим договором сунуться в суд, вас судья еще и оштрафует. Так а зачем вы мне про суд вообще говорите? Я вас спрашиваю, вы взяли 12 тысяч рублей, почему вы ни копейки не заплатили? Сумма платежа... Ну не хочу платить по липовому договору, вы меня... Я взял этот договор, когда вник в него, я обалдел. Хохотал над ним, ну я юрист. Вы что, вы понимаете ситуацию? То есть вы взяли деньги, да, посидели, обалдели, воспользовались деньгами и решили не отдавать, потому что вы юрист. Так нет, почему не отдавать? Есть судебно-исковое производство. Если у вас что-то... Вот вы пострадавшая сторона в нашем случае с вами, да? Это вы раз признали пострадавшей стороной? Не, ну а раз вы не пострадавшая сторона, вас все устраивает? Тогда зачем звонить сюда мне? Вы такой интересный вообще. Это у вас нормально, в принципе, да? Ябирать везде деньги, а потом говорить, как вы юрист платите, который сидит на Пукете? Вы сами себе оценку даете 2% в день. Вы отдаете людям деньги, обдираете их, как липкие, а потом надеетесь, что среди вот этой массы... Кто вас ободрал? Скажите, пожалуйста. Вы хоть копейку заплатили по займу? Со мной это у вас и не получилось, друг мой. Что не получилось? Вернуть деньги, которые вы взяли? Ободрать меня не получилось. Так, давайте. Слушай. Чего? Такое вообще смешное, а? Обалдеть. Действительно весело, да? Ладно? Очень-очень весело, да. Вот вы меня хотите ободрать, у вас не получилось. Вы мошенничество называете? Так нет, ободрать-то у вас получилось. Ну вот, вы пострадавшая слона. Сага Маш на три буквы посередине У в суд. Если вам что-то не нравится. Ну, а что смешно? Ладно, 12 тысяч рублей обратно, пожалуйста. Верни, я по поводу процентов будем с тобой разговаривать другим способом. С кем? С кем? Отдыхающий. Я говорю, 12 тысяч рублей обратно. Возвращаем? Слушай, дурачок. Ну ты хочешь со мной поговорить, да? Через дух? Ясно, что юрист. Ты там работаешь, блядь. В этой конторе. У тебя чужие бабки не садишь? Я знаю, многие пожалеют этого паренька. Кто-то скажет, что микрофинансовая организация действительно дает свои деньги. И вы знаете, я соглашусь. Вот если сравнивать микрофинансовую организацию с ее дикими процентами и любой банк с его банковскими процентами, не учитывая манеры взыскания, то я бы склонил на сторону весов, как говорится, по справедливости, наверное, на ту сторону, где микрофинансовая организация. Вот там они вроде как настоящие деньги дают. Да, ростовщичество, да, обдирают людей, но, блин, дают-то настоящие деньги и все-таки проявляют не такое дикое рвение за свои эти самые деньги. Ну, в каком смысле не такое уж дикое? Ну, понимают, понимают все-таки, что им гораздо сложнее в суде. Это банкиры, те ничего не теряют, никаких денег собственных не вкладывают, а с людей получают уже живые, настоящие деньги, включая дикие проценты. Вот здесь, конечно же, да. Не понимаете, о чем я сейчас говорю? Может быть, многие не понимают, кто-то, кто недавно на нашем канале. Я попробую расшифровать, если в двух словах. Работа банков устроена именно таким образом, чтобы не нести никаких убытков. Работа микрофинансовой организации выстраивается на наличии собственных средств. И они действительно очень сильно рискуют, потому что людей нормальных все больше и больше. В связи с этим и существуют такие дикие проценты. Но они тоже никогда не будут в убытке. Они получают сверхприбыли, так же, как и банкиры. Поэтому, скажем так, то, что вы им не отдаете, у них учитывается. В их просчитанных уже там алгоритмов возможных убытков, недополученных прибыли и так далее. Не переживайте за это. Если вы не можете отдавать, то ваше право не отдавать. И еще раз повторю, друзья, закон на нашей с вами стороне. Если вы не понимаете, как и что, то, пожалуйста, на наш сайт, на сайте выложена видеоинструкция, как устроена работа наших специалистов. Послушайте, либо ради любопытства, либо, может быть, для того, чтобы принять решение встать под юридическую защиту и воспользоваться услугами нашей компании. Одно могу сказать. Если ничего не делать, то дело может зайти далеко. Если просто ждать, как говорят, с моря погоды, то раз на раз не приходится. И может так случиться, что тот, который раз на раз не пришелся, может на вас сказаться очень серьезно. Но, если грамотно защищаться, то в нашем случае 100% вот этих онлайн организаций, микроклассов, этих микрокладов, как они называют, микроклад, какой там чертовая мать. Это попандос, это могила, кредитная могила, если отдавать им то, что они требуют. Потому что, если тем более вы попали в просрочку в какую-то. Так вот, а вот эти онлайн организации уже в досудебном формате, как правило, отказываются от претензий к нашим клиентам. Само собой не пишут это на бумаге, но до суда дело не доходит. А я вам напомню, официальная претензия может считаться только в том случае, если она сформирована на основании закона. И ничего общего с этим законом, у этих звонков, смс-ок или еще чего-то нет. Официальную претензию кредитор должен написать, выслать вам на бумаге с заказным письмом под роспись, после чего официально обратиться в суд. Вот это законный алгоритм. И если судья становится на сторону истца, то конечно же вы только в этом случае становитесь должником. Ни в коем случае никак иначе. Должником вас может признать только лишь судья. Во всех остальных случаях можете воспринимать вот этот штамп, когда к вам обращаются как к должнику, как оскорбление. И напоминайте об этом коллекторам. Еще раз повторю, должником вас может признать только судья. И называть вас только, так может, судебный пристав на основании решения суда. А вот еще раз перенаправлю вас на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании этого, либо любого другого ролика. И для вашего же удобства в правом верхнем углу трансляции выходит или кабельная подсказочка. Вот оно. Пожалуйста, проходите, смотрите. Если вы все-таки приняли решение встать под юридическую защиту, обратиться за помощью к высококвалифицированным юристам, пожалуйста, оставляйте заявку и ждите нашего звоночка. В рабочее время мы вам перезвоним. Номер телефона указан в правом верхнем углу сайта, нашего официального сайта www.olam.ru. Именно с этого телефона мы вам будем звонить. Забейте эти цифры себе в телефонный аппарат и ждите звонка от наших специалистов. Обозначьте их как-нибудь юристы, алям, юристы компании Алям, как угодно, как вам будет интереснее и приятнее. И мы вам позвоним в рабочее время. Не пропустите звоночек, поговорим, ответим на все вопросы, которые у вас остались, и вы уже примете взвешенное решение. Также я вам предлагаю послушать видеообращения, мои видеообращения клиентам, подписчикам, гостям нашего канала. Целый плейлист существует, ссылочка на плейлист, кликабельная подсказочка, точнее в правом верхнем углу, вот она выходит. Пожалуйста, посмотрите, очень много интересного, полезного, ну и веселого, конечно же. Поэтому подписывайтесь на наш канал, будьте в курсе. Если действительно вам это нужно, обращайтесь к нам за услугой. У нас работают высококвалифицированные юристы, мы уже обслужили не одну сотню клиентов, они все довольны. Потому что мы четко, конкретно знаем, что нужно в каждом отдельном случае для того либо иного клиента. Мы один из самых крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Работаем по всей территории России. Где бы вы ни находились, вы можете воспользоваться нашими услугами дистанционно. Это никаким образом не влияет на качество услуг. Существует договор, ежемесячный отчет, за каждым клиентом закрепляется персональный менеджер. После того, как клиент подпишет договор, он по нашим условиям должен прекратить все финансовые отношения с банком. Это означает лишь только то, что после того, как вы принимете решение обратиться к нам за юридической защитой, вы уже можете прекратить совершенно отчетливо платить в банк. Это законные действия. Законные. Поверьте, как, почему, еще раз. Перенаправлю вас на наше видео. Посмотрите видео на сайте и все поймете. Для вашего удобства. Подсказка кликабельная в правом верхнем углу трансляции. Вот она. Посмотрите, не ленитесь. Это может быть одно из самых полезных времяпрепровождений за какое-то последнее время. Для вас. Принимайте то самое важное решение. Хватит бояться. Наконец-то обретите то самое финансовое здоровье. Благоразумие. Начните все взвешивать за и против. И не слушайте голословных заявлений. В отличие от банкиров и коллекторов, мы доказываем свою состоятельность. А они только говорят и пугают. И, конечно же, имеют успех. Потому что, в основном, люди не удосуживаются включить мозги и обдумать все. И вот вам в помощь наш канал. Подписывайтесь на него. Посмотрите хотя бы с десяточек роликов. И вам все станет понятно. Очень хорошая форма подачи. Веселая, жесткая. Ну и, скажем так, академический формат тоже присутствует. Не стесняйтесь, ставьте лайки, либо дизлайки, если вам не понравился этот ролик, либо любой другой. И, конечно же, комментарии. Очень интересно читать ваши комментарии. За что я вам благодарен. Репост в соцсетях. Отдельная просьба. Ну, группа ВКонтакте, это само собой. Ссылочка на группу в описании этого, либо любого другого ролика есть. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Там все ролики дублируются. Помимо роликов, есть еще и много другой полезной информации. С вами был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты компании «Аля». Всего вам хорошего, друзья. До свидания.